Музыка Всем привет, привет, дорогие мои! Я сегодня нахожусь в яблочно-нижнем фестивале, называется Антоновские яблоки. Данное мероприятие уже у нас было однажды в Коломне. Я его посетила с своими друзьями и мне очень сильно понравилось. Было много всего интересного, очень много спектаклей, очень много знаменитых людей. Посмотрим, что же сегодня будет у нас. В парке Зайцево везде стоят вот такие небольшие павильончики. Как сказали организаторы, их 30 штук, больше не поместилось. И здесь представлены разные книжные издательства с своими книгами. Маман моя ходит. А здесь идут литературные чтения, к которым тоже можно присоединиться. В общем, как я уже говорила, каждый найдет занятие себе, всем, кто хочет заняться. Здесь тоже локации есть. Можно посидеть, подумать. Смотрите, какие классные стулья. Вообще. И нам даже дали продекустрировать данный пирог, на который рассказывались. Такой небольшой кусочек. Сейчас будем пробовать. Я отошла, чтобы объяснить, что происходит. А то... В общем, смысл в том, что здесь сидит, оказывается, не литературное чтение, а разговаривает про рецепты. Про рецепты именно из яблок. Фестиваль же называется Антоновские яблоки. И вот автор данного пирога, который нам всем раздали, чай нам раздали всем. И она рассказывала, как делал он этот пирог. Причем пирог делается вообще без сахара. Но очень вкусный. Нам с мамой очень понравилось. И вот обсуждаем этот рецепт и идем дальше по другим пирогам. И девушка инстаграммный блогер, как я поняла, и выставляет там свои все рецепты. Ну ладно, присоединяюсь дальше. Просто отошла, чтобы вам объяснить, что же происходит. Мы ему даже чай принесли горячий. Здесь, конечно, очень интересно, но мы двинулись дальше, потому что много локаций, хочется посмотреть еще что-то. А так здорово отдыхать. Классно, что именно в этом году опять у нас Антоновские яблоки. В том году наш город не выиграл данный тендер. И Антоновские яблоки были в другом месте. А здесь сам автор читает свои стихи мальчику. Тут в основном детки собираются слушать такие детские стихи. А впереди дальше идет какая-то интересная беседка. Пойдем посмотрим ее. Интересно, для чего сделана эта локация. Может быть, фото зона или для детей? Непонятно. Думаю, что фото зона. И всякие животные. Двери. Автобус с книжками в том году тоже был. Очень много интересных. Дети там садятся, читают книги. В общем, каждый найдет занятие по себе. Но опять же напомню, что это книжный фестиваль. Поэтому все, что связано с книгами, все здесь. А здесь я понимаю, что это зона, где можно покушать. Потому что больше всего людей здесь. Сыроварния. Вот от их вы. И розовый сироп. Что это, мам? Мам, надо ладить. Это луком. Кудное? Мороженое березно-керобное. Угу. Это получается фалатка, как навигатор. Где что расположено. Вначале, в конце. Здесь пойдем? Да, пойдем здесь. В общем, спокойное времяпровождение. И мы ждем, когда начнется какой-то спектакль. Хотя, как я понимаю, на детской площадке в сквере Гагарина уже идет спектакль. Но он детский. Есть чем заняться. Можно посидеть, посмотреть на всех. Лишь бы было желание. Вот как раз артисты идут на сцену. Мы пришли еще в одну зону, где продается всякое. Тут я понимаю, что для детей. Грузики. Так, хорошо. Если мы сюда положим одинаковые грузы, что-то изменится? Дальше опять же книги. Причем хочу заметить, что книги продаются в основном от издательств. И очень часто здесь присутствует автор одной из книг. И раздает автографы на своей книге. Опять мы остановились около этих столиков с мамой. Поели сейчас хлеб, сыр, тушенку. Все это сделано собственными руками девушки-фермера Юля. Ну, как девушки? Ну, я считаю, что мы в каждом возрасте все равно остаемся девушками. В общем, вообще героиня молодец. Говорю о ней. У меня аж мурашки. Живет она в Биорках с всей своей семьей. У нее 14 детей. Нет, 13. Сын погиб один. Четверо ею рожденные. Все остальные дети приемные. В браке она уже 18 лет. И, в общем, они занялись полностью фермерским хозяйством. У них хозы. Я поняла, что у них еще есть и корова, куры. Ну, много-много кто. И, в общем, она занимается сыром. Очень вкусный сыр. Мне очень понравился. В общем, наелись от души. А с моим маленьким желудком это можно кушать вообще. Чуть-чуть поела. Причем все такое сытное и вкусное. В общем, я наелась полностью. И мы теперь идем на малую сцену. Детская площадка. Посмотреть все же, что тут происходит. В общем, здесь все готовится для спектакля. И тут выставляются именно маленькие, как сказать, предприниматели. И показывают свои продукты, что они делают и продают. Очень красиво. Очень необычно. Молодцы дети. Просто так не сидят, а занимаются все-таки делами. В этой локации идет сказка. Сказку озвучивает один человек. Периодически поет под гитару. И рассказывает дальше, что же происходит в этом сюжете. Очень интересно, здорово. Мы с мамой сели на лавочку здесь. И залитли, можно сказать. Потому что реально интересно. Это уже вторая сказка. Слушаем, как маленькие дети и отдыхаем. Поэтому в следующий раз, когда будет Антоновские яблоки, обязательно проходите. Посмотрите. Здесь реально здорово кращу. А передо мной идут мастер-классы с детками. Занимаются и делают творчество. Из листиков. Такие всякие. В общем, гербарий. Яйцо у нас готово. Мы опять вернулись на эту локацию. Соевый соус тоже есть. Ну, соевый соус в самом конце. Это место соли. Чтобы вы понимали, допустим, в Китае и в Японии вы в ресторане вообще не увидите на столе соли. И соль по-китайски называется ель. Официант по-китайски это звучит как фуянь. Официант там фуянь, там йень. Он вам принесет. Поэтому у них в основном это вот соевый соус. И они его сразу же... Китайцы в основном... Вот чтобы вы понимали, на кухне у китайцев у него примерно так. У него стоит горелка. Значит, овощи разделывает специально обученный человек. А перед ним стоит примерно 15 всяких плошек, в которых уже готовые ингредиенты. Чеснок, трава, перец, значит, майоран там. Ну, в общем, все, да. Значит, у него сковородка в ок. И у него нету никаких больше там... У него просто, знаете, такой черпак, которому, значит, он все мешает. И тут же везет в эти миски и тут же все это добавляет там по вкусу. Ну, он тоже там... У них... Он на глаз все работал. Все это очень быстро готовится. Я говорю, что вот на компанию примерно 8-10 человек. В течение 15 минут вам... Ну, в принципе, по китайской кухне, если у вас за столом 10, то должно быть примерно, значит, 10 блюд и еще, значит, как минимум еще 5. То есть на каждого... На двух человек еще одно блюдо добавлялось. То есть вот, допустим, 10 блюд, значит, 15 блюд должно быть подано на китайский стол. Он должен быть круглый обязательно. Я поняла, что данная локация наша. С мамой самое любимое. Можно послушать, покушать, погреться, посидеть. В общем, все, что ходят. Все здесь есть. Ну, а мы, наверное, уже будем уходить. Тут, конечно, можно быть и до 8 часов вечера. Ну, как-то мы подустали. Не так сильно, наверное, оккультурины, чтобы вот быть до самого вечера. И я буду со всеми вам на этом прощаться. До новых видео. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова